вот так что скучно не было в 9 вечера за прозвлекаемся так ребята перед входом на в контину или что-то короче в ресторан столько колясок такой посмотри подумаешь что кто-то продают детские коляски немного семей с детьми так как отель тоже настроен на детей ну ладно пойдемте ужина так мы с андрюхой пришли на обедничный перерыв что я хотел показать комнату кстати убрали мы первый раз вот ночнушки так наши складывают это вот от жены ночнушка у меня кстати нету ночнушки это вот викина хоп-хоп-хоп сложили они тут у них походу дело тут свой юмор да ребята наш отпуск продолжается сегодня у нас не совру пятый день вроде бы андрюша сейчас я открою подожди кстати вчера как я понял был самый жаркий день за последние года что ли 45 градусов вроде бы в теньке и на солнце 51 градус но у нас и дети вчера весь день просидели в отеле мы их даже не выпускали на улице потому что все равно опасно и у нас еще есть сегодня пятый день да у вас еще семь дней я так думаю за семь дней мы еще на загораемся ладно мы будем ложиться баю-бай спать будем да андрюха да баю-бай и потом посмотрим что еще у нас будет сегодня у вас почти один подходит концу сегодня сильно интерес такого не было у нас пацан немножко заболел понос вчера он рыгал так что я сегодня с ним провозился мы с ним спать ложились соседи вместе мамка сегодня отдыхала кстати как он такой потолок так что не знаю сегодня у нас такой день был может стать не тяжелый и кучный факт то что провалялись кто-то провалялся в койке кто-то провалялся на пляже мы с женой менялись в обед я пошел в спотном спать она загорала с дочей утром мы все вместе там ели как он капризничал кушать не хотела после обеда мы с романом пошли еще поныряли где-то 40 минут мы были сейчас помылся кора ужин вот мы решили посидеть в лобби посидеть немножко пару коктейльчиков загрузить и все по идее и вечером о чем еще сниму может он расскажу кстати наша лобби здесь такой барчик можно до 12 заказывать напитки тут сидеть приятно уютно то тихая музыка отлично если здесь мест не хватает то можно туда смыться там и есть места где посидеть ну и там а конечно вечером здесь начинают уже бегать кель находил по-немецки сказать обслуживающими как не звать е-мое вылетел из головы официанты и можно у них заказывать уносит уносит пока очень нормально ладушки я буду себе заказать чем попить своим посидим еще то айгой сегодня опять какой-то вечерок и не вервать нында хайн так что-то сегодня нас коктейлями баллы андрей так андрюхи нашел тележку взять до его посадить только коктейль не очень это гитара мексикана сегодня сегодня у нас мексиканский вечер иду-иду все выключаю и так мексиканский вечер ребята итак мексиканский вечер ребята честно махито не махито за напиток был так а значит мясо мясо курочка итак мисиканский вечер охота схватить здесь и покушать ладно будем оставаться культурными возьмем тарелочку и пойдем наложим себе покушать кстати как вот такой потолок А? Так. Все. Что-то, минимум хотел набирать резкости. Так, я, наверное, начну себе набирать тарелку, а то тут мне ничего не останется, они уже пустые. Тут идет работа. Так, ребята, сегодня я вам покажу немножко еды. Я надеюсь, вы это смотрите не вечером, потому что если я такие видосы вечером смотрю, то я потом бегу в кухню и открываю холодильник. Здесь макароны у нас. Рыба. Рыба, 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 рыба. Что за рыба? Что-то по-русски не стоит ничего. Мне кажется, это у нас лосось будет. О-о-о, все. Я пошел кушать, ребята, я пошел кушать наперед за едой. Я надеюсь, что смотрят, кто любит сироп, вот, пожалуйста. Для тех, кто любит сироп, глазки разбегаются. Вот, обгоню. Вот тот самый сыр с плесенью. Пошли дальше. Ну, здесь даже не знаешь, какой взять. Блин. Так, ребята, вот так сегодня выглядит моя тарелочка. Это вот будет мой ужин. Блин, все. На этом все. Все, 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 все кушаем. Так, опять вечер мы в лобби. На улице духота невозможная, так что мы решили опять просто здесь посидеть. У меня такое ощущение, что мы больше времени проводим в лобби здесь, чем где-то в другом месте. с детьми? Ну, с детьми, да. Кстати, жена мне снимает сегодня на камеру. С детьми ничего не сделаешь, как говорится. Надо себя настраивать на детей. Кстати, мне кто-то писал в комментарии, мол, типа, можно взять машину поездить по Турции, по музеям. Да, ребята, можно, но если, конечно, без детей. Потому что с детьми далеко не куда не едешь, они всегда... И с такими маленькими. Ну, да. Пацану еще два года. Да, и во-вторых, я не знаю, в Турции кто-то видал... Наташа, держи камеру ровно, пожалуйста. Она ровно. Как здесь ездят. Мне уже хватает, когда нас везут в отель. Они тут ездят, как бешеные правила. Мне кажется, тут никто не знает. И я не хочу себе такой шпусняк делать, ездить на этой машине по Турции. Ну, как говорится, сейчас мы еще посидим, там детей купать и спать будем ложить. В основном, все про всем нам уже, как говорится, чуть-чуть адаптировались сюда. Может, так уже привыкли. Хочется, как дома. Но жена сказала, в июне мы больше не поедем, потому что сильная духота, дети потеют, нервничают. Говорит, следующий год в октябре. Но я думаю, в октябре будет холодно. Квач. Это мы обсудим потом от дома в следующем году. Куда и когда и куда мы поедем. Да, ну, да, кстати, насчет отпуска, кто-то мне еще написал, имена я не помню, я, да, комментарии читал. Я в последнем видео сказал, что мы с собой взяли четыре чемодана и кто-то написал, мол, а зачем четыре чемодана? Ну, я не знаю, у нас дети, надо на всякий случай то-се, пятое, десятое. В трусах у жены только один чемодан, ботинок с собой. У жены и у дочки. Ну, и у дочки. Что в чемоданах, я не знаю. Я достал свои десять пар трусов, три пары носков и две футболки и одни шорты. И все. А остальное я сказал, пакуйте, это ваше. И то еще мы, как говорится, обошлись четырьмя чемоданами. Если бы я не начал ворчать, еще бы и пятый чемодан собрал себе. Ну, я так думаю, кто вот с семьей ездит в отпуск, он знает, о чем я говорю. Ну, ладно. Наш пятый день получается, что подходит к концу. Будем закругляться на этом. Так что, ребята, всего хорошего. Хороший день вам и увидимся завтра. Пока.